Ребят, а вот и у меня теперь в коллекции 25 номер наших мотоциклов Компания Модимия, Харлей Дэвидсон, ВЛА, Армейский Трудяга Всем здравствуйте Вот такая масштабная модель приехала ко мне по подписке Я помните в прошлом ролике говорил вам, что же связывает Харлей Дэвидсон с советским мотопромом Что же тут общего И конечно же историю я узнал из журнала И мы сейчас конечно же с вами посмотрим ее в картинках Посмотрим что у нас в журнале, какие статьи Вот такая открытка в каждом номере, интересная Выполнена в советском стиле К какому номеру она привязана И конечно именование мотоцикла Харлей Дэвидсон, модель ВЛА Очень интересная модель Опять же узнал из журнала Вот они три статьи Конечно же первая рассказывает о создании этого мотоцикла Вторая статья рассказывает нам об узлах и агрегатах в разрезе И конечно же модернизация этого мотоцикла Мы с вами посмотрим картинки, фотографии, есть технические характеристики, что немаловажно В каждом заметьте журнале И приведены интересные пять фактов Мы коснемся их позже Сначала давайте посмотрим Интересные на мой взгляд фотографии или иллюстрации этого журнала Есть тоже постер в каждом номере Как я вам тоже говорил ранее, можно повесить у себя над кроватью Или конечно же в гараже Как раз статья рассказывает о узлах Ну здесь у нас двигатель представлен в разрезе Познакомитесь, прочитайте Тем, кто очень интересуется разными подробностями Ребят, журнал очень интересный Модернизация этих мотоциклов Есть интересное фото Которое подписано Говорит нам о том, что такие мотоцикли работали в нашей стране После войны На службе в милиции И конечно же Статья вокруг мотоцикла Сравнительная таблица В мотоциклах, производимых на тот период времени И вот небольшая статейка об армейских мотоциклах Вы ознакомитесь Следующий 26 номер Нас ждет Иш-7.110 Сириус Последняя надежда Я честно такие мотоциклы не видел И мне наверное будет наиболее интересен этот номер Ознакомиться с его историей И что же там произошло на самом деле Почему этот мотоцикл я не видел Наверняка мне журнал об этом расскажет Ну и вам конечно тоже А мы смотрим с вами масштабную копию Harley Davidson Модель VLA 24 масштаб Компании Modimi Вот в такой коробочке он нам презентуется Смотрим Вот такая масштабная копия этого мотоцикла Мне хочется сказать Вах-вах-вах-вах Ребята, это круто Ну давайте немножко коснемся истории Конечно вы сами видите Да, какая детализация Компания Harley Davidson На сегодняшний день Входит в пятерку Одной из старейших мотоциклетных компаний Была она создана в 1903 году Братьями Дэвидсонами И Уильямом Харли Исключительно мотоциклы Были задействованы В американской армии Когда у них был Мексиканский поход В этой экспедиции Эти мотоциклы Ну не конкретно вот эту модель А вообще И в итоге потом Американская армия закупила Эти мотоциклы В 1917 году Более 20 тысяч машин Что же касается Именно вот Моделей Харли Дэвидсон Модель ВЛА Как же она связана С Советским Союзом Вообще с нашим Мотопромом Ребят В журнале Я прочитал Что Американцы Во время войны Поставляли их нам По Ленд-Лизу Было их выпущено Порядка 90 тысяч Мотоциклов И Третья часть Она как раз Пришла к нам По Ленд-Лизу В виде машинокомплектов Которые собирались На московском Мотозаводе И по-моему Еще в Серпухове Они доукомплектовывались Колясками М-72 Там были установлены И седла По типу М-72 Ну и конечно же Они вот служили В нашей армии В годы Великой Отечественной войны Кстати Как видите У масштабной модели Двигатель Он у нас В-образный И это конечно же Являлось визитной Карточкой Этой фирмы Харли Дэвидсон Ну такой технологичный Мотоцикл Тяжелый Он Что касаемо Технических характеристик База у него была 2200 мм Это длина Ширина Составляла 910 мм Дорожный просвет 75 мм Кстати О дорожном просвете Когда вот В 40-м году Предстоял заказ Для американской армии У него был Очень низкий Дорожный просвет В итоге Его увеличили Изменили Конструкцию Задней части Рамы И вот Такой мотоцикл Начал поступать В армию США Особой популярности Они и в Америке Не пользовались Потому что Всех пересадили На 4-х колесных Зверей Это автомобили И мотоциклы Были в основном В армии США Кстати Разгонялся Такой зверь До 99 км В час Расход топлива Имел 5 литров На 100 км По шоссе Еще он Расходовал Масло На 100 км 20 Или 250 50 грамм Наверное Емкость Вот такого Топливного Бака Составляла У него 14 литров Хотя 14 литров Для таких Горшков Мне кажется Маловато Насколько Мы знаем Что вся Американская Техника Она любит Кушать Бензин В больших Количествах Еще На этот Мотоцикл Устанавливались Крепления Для оружия Но что-то Я здесь Не могу Его распознать Вот Показываю Вам Другую Сторону Эту мотоцикла Кстати Она установлена Вот на таком Пластиковом Подиуме Прикручена Одним Винтом Имеет Подножку Но подножка У него К сожалению Не рабочая Из функции Это Крутящиеся Колеса И вот Поворачивается Руль У него А так В принципе Моделька Смотрите Она чем-то Напоминает Мотоциклы Тех же BMW Наши М Внешне Я имею ввиду Конечно Не технически А внешне Наверное Тяжелые Мотоциклы Все Они имеют В принципе Такой Брутальный Мощный Вид Что еще Можно сказать Об этих Мотоциклах В принципе Вот наверное И наше Мотостроение Наверное Что-то Для себя После войны Перенял Переняло Да Или Переняло Какие-то Технические Моменты Да В тех же Мотоциклах Иш М Пока Я это Вижу Сходство Только Внешне Хотя Видите У него Видимо Коробка Передач Отдельно Устанавливался От двигателей Наверное Имела Ременный Привод Ну Это Наверное У всех Моторов Такого Типа В-образный Двухцилиндровый Двигатель Вот Даже Это Видно Мне кажется Вот Невооруженным Взглядом В модели Это все Нам показано Видно Даже Стартер Ребят Ого Такой Вот Уже Был Технологичный Мотоцикл Того Периода Того Времени Моделька Неплохая Есть Конечно Огрехи Кривизна Но Тем Не Менее Ну Бывают Такие Моменты Что Иногда Огорчает Не знаю С чем Это Связано С Криворукостью Сборщиков Или Может С Особенностями Производства Но Я думаю Что Наверное С криворукостью Сборщиков Кто Собирает Данные Масштабные Копии Задумка Очень Хорошая Коллекция Замечательная Но Вот Такие Моменты Бывают Ребят Вот В принципе Смотрите Есть Спидометр У него Интегрированный В бак Какие-то Там Приборы Непонятно Зеркало Вот Немножко Оно Окрашено Серебрянкой Серебристой Краской Но Фар Имеет Вот Такое Прозрачное Имитацию Прозрачного Стекла Конечно Же Это Пластик Ну И Задний Фонарь Немножко Подкачали Они Да Да И Цвет Какой-то Немножко Не Такой Нарисован Хаки А у Нас Какой-то Он Немножко Серый Но Тем Не Менее Модель Конечно Же В Коллекции Должна Быть Не Знаю Кто Еще Там Выпустил Или Выпустит Ли В Принципе Такой Бюджетный Вариант 24 Масштабе Харли Девисон Вполне Имеет Место Быть В Наших Коллекциях Ребят Рекомендую Ссылка В 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